Всем привет, друзья! С вами Светлана, и мы находимся сегодня в парке Победы. У нас на календаре 7 мая, и у нас отличная погодка. В машине показывают плюс 21 на улице, по ощущениям плюс 25. Я знаю, что этот парк очень долго строили. Парк реально огромный, хотелось его, конечно, посмотреть быстрее, чтобы переехать на ещё какую-нибудь живописную часть Тевастополя, потому что очень много скверов и парков, но тогда, значит, сегодня будем гулять, пока ходят ноги по этому парку, и в оставшееся время, если ещё будет светло, посмотрим ещё какую-нибудь достопримечательность. Возможно, съездим в Херсонес-Таврический, но пока мы гуляем в парке Победы. Гулять одно удовольствие, тепло, солнечно, пока что нет ветра, почему бы не погулять? Ну, даже вот появляется ветерок, всё равно вот выходишь от деревьев, от тени и отходишь, и сразу снова тепло и комфортно. Прям потрясающе. Действительно, крымская весна, севастопольская весна. С этой стороны у нас фонтан. Но фонтан работает, я так понимаю, в вечернее время. Говорят, что он подсвечивается, яркий. Вообще, должны были его с 1 мая включить, но, как видите, сегодня он с 7 мая не работает. С этой стороны получается светло-фиолетая сейчас подойдёт. Даже здесь вроде бы два разных сорта. Это вот самое популярное моё весеннее дерево будет, потому что я его больше всего вижу в этом году. Ну, я до сегодняшнего дня, до этого года, я вообще ни разу не видела этих растений. Но вот почему-то не пахнут, не знаю. А там, среди деревьев, целая тюльпановая аллея. А здесь прокат машин и поднялся ветер. Вот так вот. Идёшь, тепло-тепло-тепло, раз, всё. Поднялся ветер, конечно, уже не то. Сделают сладкую вату, зона теневого солярия, чтобы не сильно, наверное, солнышко припекало. Летом сделали вот такой теневой навесик из деревяшечек. Это у нас Георгию-капидоносцу Стелла. А детишки валяются довольные. На солнышке загорают. Кстати, вот под таким солнцем уже можно действительно получить хороший загар первый весенний, который потом уже закрепится летним, и всё. На какое-то время будет ещё 8, и потом ходить с загаром. Очень много тропинок, дорожек. Посмотрите, сколько людей. Действительно, огромный парк, невероятно огромный. И столько денег было выложено на озеленение, на похожность этой территории. И с этой страны звезда. И с этой фотозон, конечно, очень много. Тут тоже сладковато. А ещё тут пони, лошадки. Много-много всего. Скорее всего, это просто много топ-пляжей, чтобы действительно можно было спокойно всем ходить, не мешая друг другу. Вот теперь вот с этой стороны тоже вам покажу сейчас, как выглядит это место. Ну, давайте пойдём дальше, посмотрим, что тут ещё интересного и примечательного в этом парке. С этой стороны у нас Сталинград, и с этой стороны у нас Ленинград. Вот здесь вот первые рабочие фонтанчики. Единственные первые пока рабочие. Я так понимаю, что жильё в этом микрорайоне будет очень дорогое, потому что у них, как бы, стоит целый собственный парк. Прямо пойдёшь, к морю выйдешь. Налево пойдёшь, тоже к морю выйдешь. То есть парк таким вот прямоугольником, длинным, с двух сторон можно подойти к морю. То есть пляжей здесь тоже много. Я больше чем уверена, что вот в этих квартирах дорого летом снять жильё, но оно по-любому пользуется спросом, потому что вот рядом пляжи. И, в принципе, наверное, неплохие пляжи, потому что всё-таки порт в той стороне, Черноморский флот в той стороне. И поэтому здесь уже не должно быть так грязно, как, например, в той мухте, где купаться. Вообще я не представляю себе, как там можно купаться. А здесь вполне, причём бы, нет. Очень много людей. Это май, это ветрено, как бы. И не каждый ещё захочет, да, в такой погоде. Но мы приехали гулять, наслаждаться видами, дышать вкусным, свежим, чистым воздухом. Много ходить, чтобы для здоровья было получше. Ну и, соответственно, поэтому нам погода не помеха. Нет дождя, и это самое главное после Анапы. Конечно, немножко подмёрзли, но я думаю, сейчас вернусь обратно в Анапу через пару дней. И по-новому там тоже всё заиграет красками. Вот работает цвета, музыкальный цвет, музыкальный фонтан. Но сейчас пока и здесь, подсветок нет. Там музыка играет, и вот они, детишки в своём здесь. Красота. Нашла одно из самых красивых мест этого парка. Мама спрашивает, не хотела ли она лошади. Ну, наверное, как бы я большевата уже, кстати, для лошадки. Немножко задул ветер. Сразу стало прохладнее. Не сказать, что холодно. Я не чувствую, что мне холодно. Мне тепло. По-прежнему тёплая солнечная погодка. Но вот ветерок чувствуется, что именно сегодня с моря. Если вчера был в городе тёплый ветерок, наверное, нагретый от солнца, то сегодня он именно с этой стороны, где вот как раз в далеке море. Интересно, будут сегодня волны. Мы наконец-то выйдем скоро уже из парка и увидим набережную, если она имеется. В общем, посмотрим, какой там вид именно на море. Вот уже в конце вот этой зоны аллеи городов-героев у нас здесь Мурманск, Севастополь и Смоленск. И впереди уже прям двинейцы колоннады. Мы уже практически вышли к морю. Так что ускоряемся. Идем дальше. Чем ближе подходить к концу парка, тем больше людей встречается на встрече. Кстати, как многолюдно в парке. То есть мы только идём туда, а люди возвращаются уже обратно. Так, мы выходим на набережную парка Победы. И попробуем даже, может быть, получится спуститься на пляж Парка Победы. То есть здесь ещё и пляж сделали от этого парка. Я думаю, что как раз-таки на этом пляже будет летом уже многолюдно. Просто они его специально организовали. Вы знаете, вот здесь открытая моря. Здесь не будет так грязно, но с другой стороны здесь может быть будет больше волн. Время штурма. Здесь скорее будет неспокойное море. Потому что если знать, какое море в Севастополе, то можно понять, что здесь будет достаточно много волн. Здесь какие-то качель появились по периметру. Знаете, даже нет ощущения, что май. Вот если не знать, что май, да, вот и людей немножко подразодеть, то уже абсолютно летняя какая-то атмосфера, летний пейзаж. Плюс солнце уже такое яркое и тёмное. Ещё чуть-чуть и здесь начнут люди загорать, если вот ветер будет поменьше. Давайте подойдём к набережной. Сейчас номер 59, 50, 46 и 51. Соревнования моржи Анапы, Севастополя, Одессы, Геленджика, Москвы. Знаете, пока я смотрела на заплыв анапских моржей, я забыла вам показать вот такую вот красоту и великолепие. То, о чём я говорила. То есть сейчас даже видно, какие большие волны. А летом может быть и грязновато. Вот я сейчас смотрю, действительно прибивает вот эти волны небольшой грязь. Но в целом, в целом, конечно, море здесь красивое. Но вот адекватные объективы, если посмотреть, то пляжная линия, она небольшая. Она не широкая, во-первых, и она небольшая. То есть всем места, наверное, летом не хватит, чтобы здесь искупаться. Но прийти позагорать вот в такое время вполне можно. Потому что уже есть люди, которые загорают, есть даже те, которые купаются. Но это наши арабские моржи, это их стиль жизни. Поэтому они ещё с зимой привыкшие, да, они как-то тёплая, уже море и тёплая погода. А мы идём дальше. Ну, вот такой вот прекрасный парк, обзор на Парк Победы, на пляж Парка Победы, на набережную Парка Победы. Единственное, что мы, конечно, с вами не увидели, цветомузыкальный фонтан. Но он не работал, но вы знаете, что он здесь есть, и по идее он должен работать. Когда он заработает, не знаю, но вот бабушка меня, говорит, отправляет вечером сюда. Не знаю, получится или нет, потому что у нас там ещё вечерняя часть центрального города не изучена досконально. Тоже хотелось бы посмотреть. Очень много ещё чего не посмотрели, поэтому посмотрим по обстоятельствам. Если получится, то, может быть, и вырвемся либо завтра, либо сегодня вечерочком и сюда. Но на сегодня это всё. Хороший, прекрасный парк, отличная зона зелёная для прогулок с детьми. Да и в целом для любых оздоровительных прогулок он отлично подходит. Ну, а с вами была я из цветущего Севастополя, из Парка Победы Светлана. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот такая вот у нас красота вокруг. Даже хочется сейчас, вот уже в тени деревьев, под солнцем, без ветра, хочется снять вот даже водолазку. Но я, чтобы вы понимали, сегодня даже без кофты. Вот настолько у нас 7 мая замечательная тёплая солнечная погодка. Всем пока-пока. Увидимся в будущем в новых сюжетах. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»